Глава Десногорска Андрей Шубин и представители городских организаций 12 ноября провели еженедельное совещание. Благодарственным письмом наградили директора Десногорского историко-краеведческого музея Наталью Демьянову. Поздравление за ту помощь, которую вы оказали безмертным полком, за это не на удерживание, за приятность. Спасибо. Также Андрей Шубин отметил призеров областного конкурса «Лучший народный дружинник», которые заняли почётное второе место. Ими стали члены народной дружины Десногорска Николай Кошкаров и Сергей Шлыков. Я хочу выразить слово благодарности нашим народным дружинникам, которые участвуют в районе Десногорска в городе Десногорска. После награждения слов благодарности участники совещания приступили к обсуждению повестки дня. Заместитель главы Десногорска Александр Новиков напомнил о продолжении процедуры формирования нового общественного совета. До 26 ноября 2019 года продолжается приём ходатайства под общественных организаций города Десногорска для включения в состав нового общественного совета на диспорам образования в городе Десногорск. Вкладки можно получить по телефону 71250 приёмной администрации. По итогам прошедшей недели на диспетчерский пункт скорой медицинской помощи поступил 231 вызов. В круглосуточном стационаре принято 118 человек. Инфекционных заболеваний зафиксировано 175 случаев. Для профилактики гриппа продолжается вакцинация населения. Комитетом по культуре для жителей и гостей города подготовлена разнообразная программа мероприятий. 21 числа в 15.00 подведение итогов активных участников муниципального этапа торжественное закрытие рождественских чтений. Также приглашаем киноконцертный зал. И 24 ноября в 15.00 мама первое слово в каждой судьбе. Тразничный концерт, посвящённый Дню Матери. Помимо концертов 23 и 24 ноября пройдут игры Центрально-федерального округа по баскетболу среди мужских команд в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна.